Радио 54 Первое. Областное радио 10-30% нужно откладывать от дохода И она должна быть в размере Трех совокупных заработков на каждого члена семьи То есть складываем зарплату супруга и супруги Умножаем на 3 Получается подушка безопасности Ну то есть это вот чтобы 3 месяца можно было просуществовать Не снижая никаких запросов А если еще поджаться, что называется Не покупать икру каждый день Черную Черную, да И вот буквально в апреле звонит Вот эта слушательница, с которой мы на семинаре Очень активно общались по этому поводу Я ее убеждал Она пообещала, что она подушку семьи сделает И в апреле она звонит Николай, вы знаете, вот ваш совет Тогда и мое действие по формированию Подушки безопасности буквально Спас всю мою семью Мы оба с мужем потеряли работу У мужа там бизнес был, у нее какой-то найм И у нас был и кредит, и ребенок И вот эта подушка нам позволяет Сейчас чувствовать себя нормально Вот она реальная жизненная история И кстати про ненужные вещи Это как раз тоже касается пандемии Когда она только начиналась Начался бум Скупать все продукты Технику и так далее Вот И как раз показательно было то, что Все это оказалось ненужным абсолютно В условиях текущих, все-таки Когда рынок очень развит Инфраструктура очень развита Необходимости То есть кризис, который мог привести к тому Что ничего не будет Это очень крайне редкая ситуация Которую сложно представить Поэтому все вещи, которые были куплены В этот момент, в экстренных ситуациях Они оказались ненужными Сейчас я думаю, что Лежат где-нибудь в углу Я даже больше скажу Они не то, что ненужными оказались Они оказались балластом Балластом безусловно Они ведь не только занимают финансы Они тупо занимают место Абсолютно Ну и ликвидность маленького вещей Ну так и есть Да, это правда Продать потом по той же цене По которой купил нереально Ну почему? Если ты приобрел квартирку В центре Москвы В центре Москвы, да Квартира это уже инвестиционный инструмент Если смотреть с одной из сторон А что с заявкой на кредитные каникулы? Можно ли ее еще подать? И какие там условия? И я просто очень много сейчас вижу В соцсетях истории по поводу отказов А даже если банк дает согласие То на каких-то конских совершенно условиях Да, не плати 6 месяцев Но зато потом у тебя возрастет долг в разы Как дела сейчас с кредитными каникулами обстоят? Ну на самом деле По кредитным каникулам Подать заявку можно до 30 сентября То есть еще пока этот инструмент существует Безусловно здесь есть много нюансов Много нюансов И понятно, что каждый в этой ситуации хочет Оказаться в плюсе Ну хорошо бы да Ну и банки тоже можно понять Безусловно, безусловно И банки тоже Здесь важно на самом деле понимать Что по-настоящему кредитные каникулы Могут предоставить только тем У кого, во-первых, белый контур зарплаты И куда есть четкое подтверждение документальное О том, что их доход снизился И очень много отказов Как раз потому, что банки Клиенты не смогли подтвердить Свою вот документально Своё состояние Да, состояние Соответственно банки отказывают То есть может быть не в банках и дело В этой ситуации А в тех, кто подает Но на самом деле действительно Есть много подводных камней Поэтому в любом случае Когда клиент идет за этим инструментом Нужно очень четко читать документацию Понимать все нюансы Разбираться На самом деле Грамотное финансово Грамотное поведение Это труд Это труд Невозможно Быть благополучным Благодостаточным Если ты не вкладываешь на это усилие Поэтому нужно читать Нужно продумывать Выбирать разные банки Если есть такая возможность Смотреть, сравнивать И выбирать лучше Для начала иметь голову на плечах Это самое главное Я бы еще про кредитную историю добавил Причина отказов Да, как сказал Сергей Из-за доходов Может быть не того уровня Или нет подтвержденных документов Но еще и кредитная история Она есть у каждого У нас У вас есть Если вы даже ее не видели Ни раз в жизни Она у вас есть Ряд кредитных бюро Ее формируют На основании данных из банка И вот если она плохая Скоринговый балл низкий То банк имеет полное право Отказать В кредите И так далее Поэтому очень важно Раз в год Или два раза в год Бесплатно можно это сделать Ее запрашивать Чтобы понимать А где запросить? Значит Протеста простая Через портал Государственных услуг Можно бесплатно Заказать выписку Там, где хранится Кредитная история Как правило Она хранится В трех кредитных бюро И через те же госслуги Можно авторизироваться На сайтах кредитных бюро И тут же автоматически Два раза в год Бесплатно Эту кредитную историю Получить Я просто всю жизнь Борю за ее частоту Поэтому хотела бы Убедиться в том Что все в порядке Действительно Я бы заказала Ну и плюс Мы же понимаем Что бывают ситуации Когда кредит берут Нелегально на человека По его данным Которые утекли в сеть И проверять кредитную историю Важно еще и поэтому С точки зрения безопасности Конечно Чем раньше мы поймем Что что-то не то Тем быстрее мы проблему решим Был вот реальный кейс Причем позвонили Консультанту По финансовой грамотности Проекта Линфина Он сказал такой Ребята Прекрасно И включил запись Работаем Работаем Собственно говоря Ну Они Молодцы в кавычках Мошенники Вот бы В нужное В нужное русло Их опыт Труд Пустить Слушай, ну это правда Они очень грамотно говорят Там не сразу поймешь Понимаете Здесь Подача Грамотно поставленная речь Обороты Сленг банковский Абсолютный И давление То есть Приемы программирования Личности Это все там есть НЛП и так далее Все заложено Говорят по скрипту Скрипт заучен Но грамотно То есть Как будто человек Не читает А говорит сам И очень быстро Начинает раскручивать человека Начиная с того Что у вас проблема И я вам ее помогу решить Какая проблема Как правило Говорят что Так называемый спин Нарушена безопасность Банковской карты Были какие-то Операции Незаконные И я вам как сотрудник банка Департамента Службезопасности Чего угодно Как правило Крупные банки называют Какие-то коды придумают Личные Номера учетные Для убеждения И предлагают Проблему решить Вот И начинают выведывать Да Начинают выведывать Данные Конфиденциальные Хотя Мы же понимаем Что банк Должен Знать их изначально И вот Когда нашему консультанту Позвонили Он Номер карты Не является Конфиденциальной информацией Но он сказал его Неправильный Ну на всякий случай А вот И свой код На обратной стороне Уже является Конфиденциальной информацией И когда его Попросили его назвать Якобы не сотрудник Какой-то информационной системы Он Назвал им Слово Из трех Известных Но арабских букв По частям Чтобы это не было Совсем уже Да Вот Ну и в итоге Человек который был Его этими же словами Обратно и послал Ну понятно да Ну то есть даже не поговорили По большому счету Не я так быстро не сдаюсь Их основные схемы такие Да Позвонить Сказать что происходит Некая операция По вашей банковской карте Что еще могут сказать Вот какие есть у них варианты На самом деле Вариантов мошенничества Очень много Они создаются Специальные сайты Которые очень похожи На сайты Банков Банков Или каких-то Каких-то организаций Например госуслуги Да Где сейчас Очень много Различных мер поддержки Организуется Вот И переходя по этой ссылке Ты попадаешь Там страница Делается очень похожая Ну и соответственно Либо оставляешь свои данные Либо оставляешь свои деньги Да А вот собственно Мы с вами В прошлый раз Начали разговор Про Ну не в прошлый раз А в прошлом выходе Разговор про Вещи которые Были в употреблении Вот про все эти сервисы Авито Что там Юла у нас еще есть Вот там На самом деле Существует такое мошенничество Когда тебя Перенаправляют На сайт Который Как это правильно называется Клон такой Клон да Он зрительно похож На Авито На то же самое Да Когда речь заходит Уже об оплате товара Якобы Но Понятное дело Что это Мошенническая организация Да Здесь главное Вот Очень Четко смотреть На адрес Ну вот На адрес сайта В строке Значит И вообще Сделать лучше вкладки А еще лучше Деньги в руки Будут звуки Ну например Да Но на самом деле Много Кстати вот Тоже один из уроков Пандемии О том что Все сидят дома Либо для себя Вновь открыли Либо стали пользоваться Различными интернет сервисами Для совершения Для совершения Очень многих операций На самом деле Поняли Эффективность Экономность Быстроту Этих сервисов Вот На другую сторону Еще пока не осознали Медали Другую сторону Не осознали Да Что не надо Куда попало Забивать данные Собственные карты И прочее Я знаю людей Кстати Которые Ну Некоторые из них Попадали Там На небольшие деньги Вот На этих мошенников Они что делают Они Запоминают код На обратной стороне карты А его оттуда Счищают чуть ли не бритвочкой Чтобы не было даже такого Чтобы невозможно было В магазине Сфотографировать твою карту Их фотографируют в магазине В очереди В легкую Кошмар Серьезно То есть когда ты рассчитываешься Вот так вот на кассе А потом например Ты можешь Совершать покупки Я сейчас по моему Уже на пару лет Себе наговорил Да нормально Все нормально Сейчас Можно совершать покупки На некоторых Зарубежных Площадках Торговых Которые не требуют СМС подтверждения То есть они В твоем банке Сумму какую-то Замораживают Вроде как что Вот Не нужно тебе подтверждать Ты даже не узнаешь О том что у тебя Это какой-то ужас Так Ну что С мошенническими уловками Все Или какой-то еще важный совет Вот по поводу Если к пандемии Быть ближе Да то Понятно что У многих людей С деньгами Начались проблемы Ну почти усиливали Кто-то потерял работу Да Сократили зарплату И так далее И мошенники Как тут рядом Они предлагают Некоторые Варианты Какой-то Типа Государственной поддержки Например Возврат НДС НДС не возвращается Всего закона Да Физлицам Сделать сайт Красивый Продвинутый Тут же он По каким-то Неведанным никому Критериям Определяет Сколько конкретному Человеку Видно по воздуху Это передается Нужно ему начислить Но чтобы эту выплату Получить Нужно внести Некий закрепительный Платеж И вот как только Человек платеж вносит Деньги уходят Мошеннику А выплату Естественно Никто не получает Там даже вот этот платеж Он какой-то минимальный Может быть Ну 300 рублей 400 рублей Ты даже подвоха не почувствуешь Просто если Нет Не то что подвоха не почувствуешь Ну как бы Когда тебе обещают Вернуть 300 тысяч А просят Какие-то 300 рублей Ты начинаешь думать А вдруг все-таки А вдруг А вдруг А когда вот эти все 300 рублей посчитать Со всей страны Там я думаю Получается это весьма прилично Ну тут же участвуют Не только сайты А к сожалению Еще активно мессенджеры Я бы часто получала От моей И не только мамы Но и бабушки Которые очень любят В этих историях Крутить вот эти вот ссылочки Якобы на сайт госуслуг Со срочной выплатой Срочно выдаст миллион рублей Всем родителям Малолетних детей По 10 тысяч Она мне пишет Доча, доча Пойдем Быстрее Быстрее Я говорю Мама Ты вот такие операции Всегда проводите через меня Сначала звонишь мне А потом обсуждаешь Ну это хорошо Что у твоей мамы Есть такая доча А если посчитать Тех вот бабушек У которых дочи нет Ну да А сайт вот сразу не замечешь Там госуслуги С какой-то такой закорючкой Вроде госуслуги написано Да На самом деле совсем На самом деле Госуслуги-выплаты Все Ну да Как сказал Николай Мошенники действуют Очень быстро И вот эта скорость Которая Не дают подумать Они не дают подумать Заставляет тебя совершать Вот эти вот необдуманные Импульсивные решения И главное там Главное как бы зерно Это выгода Которая вот сейчас Здесь сейчас тебе окажется На самом деле Вот все вот эти вещи Приходящие по смскам По мессенджерам На сайтах По электронной почте Когда быстро И очень выгодно Сразу это Сразу первый сигнал Даже не раздумывался Даже не раздумывался Не переходить по ссылкам Если Если этот Ну интересен этот вопрос Лучше забить Этот сайт В браузерную строку Отдельно Не переходя по ссылкам И понять Либо что это действительно Реальная ситуация Либо убедиться Что это фейк Вот личный лайфхак Что называется Если Друзья Распродаете там Свои старые вещи На каких-то Площадках Указывайте Несобственное имя Указывайте Вымышленное Назовите Каким-нибудь Валерой Извините Когда вам позвонит Сотрудник Якобы Службы безопасности Банка И обратиться к вам Валерий Шикарная идея Вы будете сразу Понимать Вы будете понимать Есть возможность Поговорить Слушаю вас Да очень приятно Давайте поговорим Многовековая история Мошенничества Основанная на спешке Как только Тебя начинают торопить То уже сразу задумайся К сожалению У нас остается Всего буквально полторы минуты Что еще основное Мы должны успеть Сказать слушателям Радио 54 Связанным с уроками пандемии О чем им важно помнить И может быть еще Какой-то главный урок Который вы для себя лично Взяли на карандаш Ну на самом деле Да Если квинтэссенцию Сказать всего То я бы сказал Что Чтобы быть На волне На финансовой волне Как минимум Нужно Вести Свой личный Семейный бюджет Учитывать свои доходы Учитывать свои расходы Понимать Куда уходят Деньги Рационально к ним относиться Создавать Сбережения Создавать финансовую подушку Безопасности Ставить перед собой Финансовые цели Потому что только когда Человек ставит Перед собой цели Появляются ресурсы Когда он Перед собой цели не ставит Они обычно уходят И ресурсы уходят не туда А потому что Энергия не понимает Куда идти Они очень легко Растворяются И не играют Ту самую главную роль Деньги должны Поддерживать Быть основой А не средством Больше